МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Витаю вас в эфире новины Витебской в области у студии Артур Смоляков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Витебской области белорусские геологи приступили до бурения параметричной сведровины глибиней у 1 километр 350 метров. Работы ведутся поблизу везки Ходцы Сененского района. Якие корыстные выкопни заховывают нетры пауночного региона, на это пытание шукают отказ специалисты. Яны проанализовали архивное дадзина и пришли до весновы. Бурыць потребна на территории Аршанской упадины, покольки яна мая особливую геологичную будову. И есть у сепи Родумовой для знаходжения тут минеральных ресурсов. Витебская область не подвергалась таким глубоким изысканиям. Но в то же время, анализируя архивные данные, анализируя проведенные геолога геофизические, сейсмические данные, мы можем говорить, что данная территория Аршанской упадины является перспективной с точки зрения минеральных ресурсов. У нас очень большая надежда на эту скважину. В том числе есть предпосылки и по нахождению на данной территории углеводородов. Некти. Скважина достаточно интересная, поскольку еще за время проведения всех геологоразведочных работ на данной территории кристаллический фундамент не был скрыт на такую мощность, которую предполагаем мы в рамках бурения этой скважины. То есть мы по кристаллическому фундаменту планируем пройти порядка 150-190 метров. Чем интересен кристаллический фундамент? В целях возможного подтверждения наличия углеводородов именно на данной территории. Зараз працует белорусская буровая установка. На измену ее и пройдет китайская. Уже пройдено больше за 20 метров углыб. Гэта пакульня много для того, как выявить усе перспективы и сведровины. Яе бурения геологи намерены завершить у наступным годзе. Здабытый материал передадутся лабораторой для пауновартосного доследования. Все лета Багушевскому детячему социальному пансионату Промянист исполняется 50 годов. За гэтый час для некольких тысяч детей и молодых людей с инвалидностью он стал батьковским домом. Зараз тут проживаюць каля 250 человек. З нагоды юбилею в пансионате зладили свята, на якое завитали шматлики гостя с подарунками. С подробностями наши корреспонденты. За 50 год своего иснования Багушевский дом-интернат поменял только назву. Однако его функция засталася неазменной – социальная адаптация людей с особенностями развития. Большаясть их – гэта люди с инвалидностью во взросле от 18 до 35 годов. Для их створены достойные умовы проживания. Постоянно обновляется материально-техническая база, набываются технические сроки навучания и реабилитации. Гэта дозволяя поширать спектр оказываемых послуг. Открыли реабилитационное отделение, где 30 дней в год могут тоже родители привезти своих детей, но уже на безвозмездной основе, то есть бесплатно. Также мы оказываем услуги краткосрочного проживания и в этом году у нас еще дневного пребывания, где уже за период лета прошло 20 человек. Каликты у пансионата наличвая больше за 200 человек – гэта чулые и неабыяковые люди, и кэшто день клапотятся про своих выхованцов. Приходится приспосабливаться, потому что каждый случай – это уникальный случай. Каждый ребенок, каждый человек имеет свои индивидуальные особенности. И поэтому, конечно же, приходится подбирать методики и просто какое-то особенное внимание к ним, ну и, конечно же, реабилитационное оборудование. Дякуючи намаганием работников пансионата, их подопечные набывают профессийные навыки и вучатся самостойно жить. За последние три года здесь было восстановлено 12 детей. По прошлому году, по этому году снимается частичное ограничение в дееспособности. Дети учатся, занимаются в школе, где-то здесь на месте, заканчивают в Оршанском. В Орши – значит лицей. То есть они получают, кто может, и по максимуму стараемся, получают свою путевку в жизнь, какое-то даже образование. Для гостей подрихтовали святочную программу. С концертными номерами выступили выхованцы пансионата. Широе веншование и словы подяки гучали у адрес работников пансионата за их клопот, увагу и неостомную працу. Без той заботы и той любви, которую дарите вы, ничего бы здесь не совершилось. Поэтому я поздравляю именно вас, коллектив, с вот этой круглой датой. Хочу сказать вам от всех огромное-огромное спасибо. Благодаря вам мир становится добрее, светлее и лучше. У якости подарунка ухрашовые сертификаты на 10 тысяч рублей от керовництва в области Комитета по праце, занятостей и социальной обороне Абалваканкама на умоцывание материально-технической базы. Министр працы и социальной обороны Беларуси Наталья Павлюченко уручила директору пансионата ключи от спецаутомобиля. До речи, это уже пятый по лику автомобиль, який все лета отрымала социальная служба Витебской области. Инна Кириенкова, Сергей Котов, Новины, Сенинский район. Имены героев будущим поколением. Гимназия номер 4 города Витебска присвоена имя Героя Советского Союза Михаила Денисенки. У гимназии открыли музейный покой и бюст героя. На урочистости приехал яго унук. Подрабя з ней у наступным материале. На героичных прикладах. На эту встречу унук Героя Советского Союза Михаила Денисенки Алексей Шенкин приехал из Санкт-Петербурга. С легендарным дедом ему не довелось встретиться. Народился, кали яго уже не было, але память у сямьи беражливо заховывают. Бабушка очень много рассказывала о нем. Причем больше не о войне даже, а о жизни в 30-е годы на Дальнем Востоке. Гриб Михаил Иванович служил с 30-го по 40-й год. Десантником он стал уже в 31-м году, как она говорила. Первый прыжок он совершил в 31-м году. В тот же год, в год основания вооруженных десантных войск. Мы заниматься начали присвоением имени Михаила Ивановича Денисенкова около двух лет. Мы очень долго не могли, очень работала кропотливая, была педагогами, была учащимися. Именно потому, чтобы найти родственников. Потому что присвоение имени любому учреждению образования нужно разрешение родственника. И мы около двух лет искали родственников. И, в общем-то, немножечко даже отчаялись. И все оказалось случайно, нам помогли. Потому что захороним Михаила Иванович на кладбище, которое находится в Старосимоновской кладбище, за которым наши учащиеся очень давно ухаживали. На урочистом присвоении 4-й Витебской гимназии имя героя Советского Союза Михаила Денисенки до гимназистов звернулися депутат Палаты представников национального схода Республики Беларусь Руслан Шкодин и керавник Чегуночного района Витебска Александр Сысоев. Выступили представники 103-й Витебской поветренной десантной бригады, якую узначальвал Михаил Денисенка. Идя зараз, заховываются его узнагародные листы. На его подвигах и на его биографии будет строиться дальнейшее воспитание детей, воспитанников этой школы. И с вот этого момента начинает свою работу, активную деятельность военно-патриотическая группа на базе 10-х классов этой школы. Биография героя мне очень запомнилась тем, что он возглавлял 103-ю нашу воздушно-десантную бригаду. У меня очень эта тема зацепила. Я сам лично читал. Я сам лично интересуюсь военным делом и хочу связать свою жизнь. Гимназисты с цикавостью выучают биографию бесстрашного военачальника. Десантники плануют развивать супрацовничество с гимназией. И по музейным покоям, и по войсковым выхованни. Зараз у старших классах гимназии открыты военно-патриотичные группы. У них учатся хлопцы, натхненные прикладами знакомитых земляков. Юлия Устинова, Станислав Дудин. Новины. Витебск. Счастье садовода-огородника и квитковода. В осень не только час сбирать у раджаи, а и поклопотиться про будучи, а так само про зиму у кураслин. Все, что потребно, поспеховые дачники набывают у садовым центры на сенне. Магазин у Витебску отзначает третий день народжения и пропануя своим покупникам богатый ассортимент товаров. Со списом покупок у садовый центр на сенне. Знайдется все, что душа пожадает. Ассортимент – больше за три тысячи наимене товаров для сада и огорода. На сенне – 600 гатунков, только перцев разных форм, колеров и терминов поспевания – 40 разновидностей. Томатов – больше за 100 вариантов. Гибриды огородненных культур. Для квитководов – больше за 400 видов квитковых. Проверенная классика и экзотика для гурманов. Не разгубиться и зарабить оптимальный выбор допомогут светлевые и досвеченные консультанты. Сейчас у нас осень, и, конечно же, не нужно пренебрегать удобрением. У нас большой, шикарный выбор. Мы всегда рады вас видеть в нашем магазине. И то, что, наверное, важно и ценно для каждого покупателя, мы всегда вас проконсультируем и поможем определиться с выбором. Предприемство «Минск. Сорт насена Гароднина» займается реализацией якосного насения Гародниных кормовых и кветковых культур. Хазонных трав, цыбули сейнки, чесноку, насения бульбы, цыбуллин кветок и инших товаров для сада и огорода – пау века. Пастушчики продукции – сусветные вытворцы и селекционеры с Голландой, Германии, России. Довирают и починающие садоводы-аматеры, и профессийные дачники со стажем робят покупки тут. Цены очень разумные. Что касается качества семян, всегда было очень высокое, особенно то, что они сами выращивают, морковь, бурачок по-белорусски, кажется. Поэтому я покупаю только здесь. Весной порадовали тюльпаны, очень долго цвели, очень радовали, очень были похожи на пионы. Сейчас пришли купить голубику. Якость высокая, кошты доступные. У одном месте можно набыть саджанцы, грунт и сродки обороны от шкодников, угноений, розной формы и призначения на кожный сезон, а у додаток – садовый инвентар. Магазин у Витебску по Московским проспекте 74-1. У свой день народжения до 27 вересня садовый центр на сенне дороть покупникам знижки и подарунки. Юлия Устинова, Сергей Котов, Новины, Витебск. Энергетичная и газовая безпека. С початку года инспекторы Держанергогазнагляду Бешанковицкого района проводят мониторинги и профилактичные рейды по подрыхтовце до проведения областного фестиваля Кермашо-працевников везки до Жинки-2024. У центра уваги новые объекты, а так само будинки после капитального ремонта и реконструкции. Мобильная группа выявляли порушение у сферы энергетики, выдавали рекомендации по их ликвидации и контролировали в оканане. Проверяли проектную документацию. Боби Аспека на первом месте. Подтвердить возможность безопасного их подключения и функционирования задача государственного инспектора по энергетическому и газовому надзору. Каким бы непродолжительным по времени и величине потребления мощности не были подключаемые к электроустановке, они должны соответствовать всем нормам безопасности. Ведь даже ребенок сегодня знает, что электрический ток не прощает ошибок, а фестиваль – это место большого пребывания людей. Основные работы по подрыхтовце объекта удаю фестивалю працевников везки «Дажинки-2024» завершаются. Але мониторинги инспектора удержанных газ нагляду протягиваются. Особливая увага будет нададена перасовным объектам, яке потребуют электричного селкования. У тым лику сцены и гандлевые кропки. Да и иншых тем, электросамокатчики станут водителями, а велосипедистам треба спешваться. Гэта продугледжена проектам указа по унясенній изменения у правилы дорожного руху. И он с 12 по 27 вересня размещены на правовым форуме Беларуси. У першую чаргу гэта измены будуть стычаться правила у перемещения на сродках персональной мобильности и велосипедах. Зараз проект активно обмерковывается и в полночном регионе с подробязностями Илья Лопатинский. Электросамокаты – один з любимых способов перемещения гаражан. Мобильные, худкие и легкодоступные. Але, нажаль, не самые бяспечные. С початку года у Витебской области фиксуются дорожно-транспортные здарения зуделом самокатов. Многие игноруют элементарные правила бяспеки. Проектам указа по змяненнях у правила дорожного руху пропануется зарабить электросамокаты, и кем могут рухаться с худкостью больше 25 км уходину – механичным транспортным сродкам. Яхо треба буде рахистровать, иметь водительское посвеченье. Их это далеко не один измены. Согласно проекту указа, велосипедисты и лица на СПМ при передвижении через проезжую часть по пешеходному переходу должны двигаться, спешившись. Предлагается разрешить не спешиваться только на велопереезде, который обустроен транспортным светофором, регулирующим движение велосипедистов. Еще одно исключение касается езды за городом, когда велосипедисту разрешено ехать по краю проезжей части, и он пересекает перекресток. При этом он должен руководствоваться дорожными знаками, транспортными светофорами. Змены могут закрануть и велосипедистов. Меркование горожан относно новых пропанов поделилось. Одни личат, что двухколовые кони сручные и беспечные, а іншие скептично ставятся до таких сродков перемещения. Лично я как водитель только за, потому что я наблюдаю это каждый день с утра до вечера за рулем, и это правильное решение. Мне кажется, лучше спешиваться, поскольку это в целях безопасности водителей и самих велосипедистов. Все-таки некоторые очень быстро проезжают по дороге, и на мигающий зеленый, и это может создать различные аварийные ситуации, поэтому лучше как-то обезопасить жизни пешеходов и водителей. Это будет довольно проблематично для некоторых, однако безопасность преуще всего. Проект указа по унесению изменений у правила дорожного руха размещены на правовым форуме Беларуси. Обмеркование будет проходить до 27-го века. Каждый необъяковый человек может покинуть свои пропановы. Их обовязково разглядеть. Илья Лопатинский, Антон Левин, Новины, Витебск. С клопотом про чистое поветро. Витебская область долучилася до международной акции «Сусветный день без автомобиля», який отзначается, что год 22-го вересня. Так, необъяковые жихары по вночной столице приняли уделу заездя с выкористанием только экологично чистых сродков персональной мобильности. Городжан шакала так само культурно-забавляльная программа и тематичные пляцовки. А вызначить самых спрытных и худких велоаматоров этот день допомогли городские споборництвы «Вело-Витебск», что объеднали коля 70-ти удельников. В соревнованиях участвуют по пять команд с каждого района – Витебского, Железнодорожного и Первомайского. Команды состоят из трех человек – два мальчика и одна девочка, учащиеся седьмых-восьмых классов. Плюс еще участвуют у нас представители трудовых коллективов. Велогонка включает 2300 метров в общем зачете, плюс техника велосипедного туризма, где каждый участник может показать технику владения велосипедом, узкий проезд, восьмерка. В основном все садятся на автомобили, это удобно, это просто, это быстро. Поэтому сегодня прекрасная погода, замечательная трасса. Я считаю, что это мероприятие прям вообще сегодня прям нам очень повезло. И с погодой, и со всем остальным. Вопрос очень актуальный для Витебской области в целом, так как порядка 36% загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, поступает именно от мобильных источников. В Витебской области достаточно широко отмечается это мероприятие, проводятся различные акции, такие как веломарафоны, пробеги, пешие прогулки по экотропам, а также круглые столы в школах. Основная задача в интересной форме – донести до общественности, что охрана природы, сохранение природы, в том числе атмосферного воздуха – это наше общее дело. День без автомобиля – это не просто махчымысь провести 24 годины без уластной машины, ци мотоцикла. Уделу экологичной акции дозволяя кожному зарабить свой унесок у поляпшения агульной якости поветра и комфорту городского сяродзя. Першами доведаться про важное и цикавое падение с життя региона. Убачить, где сёння працуют наши корреспонденты, поглядеть новины яшча до выхода у эфир. Усёх это реально. Телеграм-канал «Беларусь4Витебск». Подписывайтесь, каб не пропустить самое цикавое. И на гэтым выпуск новин завершен. Я с вами развитвуюся. До сустрэчы. Уближайшие сутки у в области будет пираменная в облачность. Пироважно без опадков. Ночью ранится и местами слабый туман. Ветер поуночный, поуночный заходний. Ночью слабый, днём 3-8 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 4, плюс 9, местами плюс 10-12. Днём плюс 19-24. У Витебска пираменная в облачность, без истотных опадков. Ночью и ранится и слабый туман. Ветер поуночный, поуночный заходний. Ночью слабый, днём 3-8 метров за секунду. Температура по ветру ночью плюс 8-10. Днём плюс 20-24. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!